И этим утром мы будем читать с вами Слово Божье вместе. И я затрону некоторые сферы, которые для меня очень важны. И я думаю, должны быть очень важны для каждого из нас. И я думаю, что тему эту очень важно возгревать, поднимать именно в наши дни. Я сегодня буду говорить с вами о битве против греха. Я буду говорить с вами сегодня о святости. Я буду говорить с вами сегодня про освящение. И времени у нас не так много. Но мы с вами попробуем покрыть некоторые аспекты этих тем. Когда мы два года назад были здесь, я немножко затронул эту тему. Сегодня же я хочу затронуть еще раз эту тему чуть с другой стороны. И больше буду об этом говорить, чем в прошлый раз. Потому что некоторые из вас, может быть, вы пасторы, лидеры. И вы очень хорошо осознаете, понимаете то, о чем я буду говорить с вами сейчас. И кто-то из вас счастливо не знает, о чем я буду говорить с вами. Но есть такой тренд в христианском мире, очень сильный тренд. Который хочет в церкви тему освящения как бы опустить пониже. Сделать эту тему менее значимой. Поэтому есть разные волны учения на эту тему. Это не какая-то сформулированная доктрина. Но из разных источников есть то, что называется такая расширенная благодать. Или сумасшедшая благодать. И проповедники говорят о том, что освящение не такая уж и важная штука. Я слышал, как известные проповедники говорят о том, что тебе не стоит исповедовать свои грехи и жить в освящении. Если ты спасен, значит ты спасен. И не нужно тебе больше исповедовать свои грехи. И в принципе это не что иное, как старая ересь. Которую можно найти уже в первом веке христианской веры. И эта сила, эта ересь очень разрушительна. Потому что она говорит, что ты замечательный... Ты замечательный человек. Ты шедевр. Ты просто фантастичен. Но при этом у тебя есть ежедневное сражение в грехе, с грехом. И если мы это забудем, или если мы это умолим, если мы перестанем об этом проповедовать, тогда произойдет то, что Библия говорит в Матфея 24, 12. Когда Иисус говорит, Матфея 24, 12. Матфея 24, 12. Спасибо, Пастер. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Скажите, беззаконие. Что это такое? Это когда я хочу быть христианином, но при этом все равно хочу жить так, как я хочу жить. Я хочу быть спасенным, но буду выбирать сам свой собственный стиль жизни. И именно из этого мышления появляется либералистическое мышление в том, что касается однополых браков и... Да, однополых браков. И вопросы этики в семье. Второе Коринфянам 6. Павел говорит так. Очень ясно и очень хорошо. В стихе 14. Не преклоняйтесь по чужой ерьмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмой. Какое общение у праведности с беззаконием. И сегодня я буду обращаться к вам очень просто. Я был спасен не из-за закона. Я был спасен по благодати. Но это не означает, что я должен жить беззаконной жизнью. Это не означает, что могу делать, я то, что захочу. И все будет со мной хорошо. Поэтому мы сегодня погрузимся немного в книгу римлянам. И я сделаю таких пять утверждений сегодня. О битве, которая у нас есть с грехом. И когда мы будем с вами говорить про освящение, освящение — это не печальный предмет. Освящение — это жизнь. Освящение — это когда ты знаешь Господа. Это когда ты изменен. Когда наполнен Им. Одни из величайших моментов, которые я пережил с Иисусом, это моменты настоящего покаяния. Именно тогда я встречался с Иисусом. Именно в этот момент Он меня менял. И весь народ сказал «Амин». Итак, пять истин, пять утверждений из книги Римлян. И номер один, конечно же, ты спасен по благодати. И только по благодати. Вот с этого нужно начать. Итак, человек он отделен от Бога. Здесь человек и здесь Бог. Не, нормально, пожалуйста. Итак, человек отделен от Бога. Как же вот эту связь разорванную восстановить? Через Моисея Бог показал человеку свои стандарты. Он дал нам закон. Он дал нам десять заповедей. И сказал «Вот таков я». Ты грешник. Ты со Мною находиться не сможешь. И тогда у человека появился шанс быть как Бог. Быть без греха. Другими словами, человек узнал, что правильно и что неправильно. Но потом обнаружил, что справиться с этими стандартами не может. Никто не может. Все попробовали так или иначе быть идеальными. Без греха. Я не знаю, пробовали ли вы, но я знаю, что если пробовали, вы, скорее всего, потерпели неудачу. Поэтому, если мы собираемся спастись, тогда все должно произойти по-другому. Человек не может спастись законом. Человек не может жить жизнью без греха. Человек не может жить свято, так как Бог свят. И именно поэтому Бог послал Иисуса Христа на эту землю. Римлянам, 3 глава. Стих 21 по 22. Павел суммирует все это очень красиво. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Даже праведность Божья через веру в Иисуса Христа и по всему, кто верит. Правда или праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Что же здесь говорит нам Павел? Он говорит, что независимо от закона, независимо от требования Божьего быть идеальными, Бог открывает для нас еще один путь. И этот путь через Иисуса Христа, который взял на себя все наши грехи, чтобы те, кто поверят в Него, спаслись, даже если они не соблюли закон. Независимо от закона. Бог приготовил путь через веру во Христе Иисусе. Именно поэтому, друзья мои, мы с вами спасены, но мы спасены не из-за того, что сохранили или исполнили закон. Мы не могли его исполнить. Поэтому мы были спасены другим способом, через благодать и веру в Иисуса Христа. Аминь. Стих 27. По-прежнему мы примем нам 3. Где же то, чем бы мы хвалились? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, или можем заключить, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. То есть Павел использует здесь очень простой юридический язык. Мы спасены. Хорошо. Кого теперь будем благодарить? Кого прославлять? И Павел говорит, нас. Да нет же, не нас. Почему? Потому что если я был спасен законом, тогда я не был бы способным сказать, тогда я был бы способным сказать, я заслужил это. Я молодец. Правда? Я сохранил закон. Но здесь говорится так. Но на самом-то деле нет, Матсула. Ты был спасен по благодати от Бога. Поэтому хвалиться нам нечем. Нету никакого... Мы не можем хвалиться ничем в церкви. Мы не можем поклоняться человеку. Это юридическая правда. Мы ничего такого не совершили, чтобы спасти самих себя. Спасение, друзья мои, это не кооперация между Богом и человеком. Это не сотрудничество. Я спасен Богом и только им. Христос совершил все. Я Ему не помогал. Я не сотрудничал с Ним. И именно поэтому вся слава и Ему достается. Давайте Ему сейчас поаплодируем. Дадим Ему жертву хвалы. Теперь, когда Библия говорит о вере во Христа, это больше, чем просто верить, что Он для меня совершил. Вера — это тоже остановиться в попытках спастись тем, что было на этой стороне из-за дел закона. Я спасен по благодати. Я не могу спасенным быть больше, чем это спасение. И если я по-прежнему продолжу завоевывать как бы делами свое спасение, я на неправильной дороге нахожусь. Потому что больше, чем уже сделано, сделать нельзя в том, что касается моего спасения. Аминь. И вот теперь наступает пункт номер два. И вот теперь становится все интереснее. Ну, что же тогда насчет закона? Что же насчет десяти заповедей? Не нужно воровать. Не нужно совершать прелюбодеяния. Что насчет морального кодекса Нового Завета? О щедрости. Быть добрым по отношению друг к другу. И вот что нам нужно сделать. Все, что мы можем назвать законом, это хорошо. В законе проблем нет. Грех — это проблема. А закон сам по себе, он хороший. Во-первых, все эти заповеди показывают мне и показывают этому миру что нам нужно спасение. Если не было неправильного и неправильного, тогда зачем, собственно говоря, спасаться? Зачем мне нужно каяться? Газ, именно закон показывает мне и он показывает миру вокруг нужду в покаянии и в спасении. Именно поэтому закон, он добр. Аминь? У закона есть важное предназначение. И закон также предупреждает меня предупреждает меня об опасности. Он ведет меня и помогает найти правильный путь в жизни. Закон — это не просто свидетельство о падшей природе человека. Закон — это карта дорожная к счастливому браку, как воспитывать детей, как обращаться с женой, как быть хорошим другом, как избежать ловушек дьявола. Все эти заповеди, которые мы находим в законе, все эти утверждения — они находятся здесь для того, чтобы помочь мне жить жизнью в победе. Они здесь для того, чтобы помочь мне исполнить мое призвание и мое видение, строить Царство Божье. Они здесь, чтобы помочь мне быть успешным предпринимателем, быть хорошим отцом и быть хорошим мужем. И именно поэтому то, что мы называем законом, — хорошо. Нельзя разделять видение и цели от освящения. Потому что тебе нужно отождествиться с определенного рода характера, чтобы достичь цели в вашей жизни. Если ты христианин, и у тебя есть лишь цели, но нет духовного роста, нет освящения, тогда ничего для тебя не сработает. Цели недостаточно. Видение, даже если оно приходит от Господа, его недостаточно. Тебе нужно натренироваться, тебе нужно привести себя в форму законом, потому что тогда ты будешь способен это сделать. И ты будешь продолжать это делать. И ты дойдешь до самого конца. Нет ничего более опасного, чем христианин, у которого есть видение, но в человеке нет освящения. Потому что он, скорее всего, много людей затащит вместе с собой в проблемы. Две вещи нельзя оставить. Давайте две вещи сделаем вместе. Номер один. Давайте улыбнемся. Номер два. Скажем «Аллилуйя». Аминь, аминь. Но так и дела и обстоят. И когда Павел пишет о законе в книге Римлянам, он делает это очень ясно. В Римлянам 17, глава 14. Ибо мы знаем, что закон духовен. Закон он от Господа. А в Римлянам 7, 16 сказано, «Я согласен с законом, что он благ». Потому что именно сейчас, в нашем поколении, есть так много негативных высказываний, связанных с законом. О правилах. Против правил и освящения. И люди зачастую используют эти выражения, при этом сами не понимают, о чем они говорят. То, что нам нужно утвердить в наших церквях, что закон добр, пока ты не используешь его как инструмент для спасения. Потому что законом спастись нельзя. Аминь. Если ты используешь закон как инструмент, который приведет тебя ко спасению, тогда ты потерпишь неудачу. Потому что человек не спасается делами. Аминь. Человек спасается благодатью. Но если ты знаешь, что ты спасен благодатью и только благодатью, нет сотрудничества между Богом и человеком. Он может спасти и только он может спасти. Но когда я был спасен по благодати, тогда я знаю, что закон добр. Закон будет меня защищать. Закон будет меня направлять. Закон поможет мне стоять. Выстоять без закона. Без десяти заповедей. Без морального учения Нового Завета. Я, скорее всего, потеряю свое спасение. Я, скорее всего, потеряю свою семью. И я построю церковь, где люди будут говорить, что они христиане. Но при этом будут делать все то, что сами хотят. И дух беззакония укоренится между нами. И это не произойдет. И весь народ сказал. Аминь. Это фундамент. Основание, когда мы дальше продолжим с вами говорить о грехе. И это то, что нам нужно понимать в наших церквях. Чтобы мы использовали концепцию закона, веры правильно. Римлянам 3.20 сказано. Посему делами закона ни одна плоть не оправдается. И мы это знаем. Я не могу спасти сам себя. Я не могу быть достаточно добрым. Поэтому мне нужно сдаться в этом смысле. И верить в Иисуса Христа. В Его благодать. И тогда я буду спасен по благодати. И я войду в Его царство. Где Бог дал мне свой закон. Для того, чтобы помочь мне и благословить меня. И весь народ сказал. Аминь. Итак. Первое утверждение. Ты спасен по вере. Второе утверждение. Закон добр. Приходим теперь к третьему. И я буду по-прежнему использовать большую часть времени именно третий пункт. И that is that sin is still your enemy. Even though you are a child of God. Even though you are fully forgiven. Sin is still your enemy. Грех все еще твой враг. Sin can still affect you. Мои дети. I used to say I have black belt in adoption. I have adopted four children. I have adopted four children. And even though they are fully my children. That doesn't mean that they cannot be in danger. And so of course for you and you and me also sin can still destroy my life. Destroy my marriage. Destroy my calling. Sin can still destroy relationships with my friends. Sin can still destroy my church. грех по-прежнему может разрушить мою церковь. Грех по-прежнему враг. И мне нужно против него сражаться. Битва с грехом закончилась не в момент моего спасения. Грех по-прежнему охотится на меня и, если возможно, хочет разрушить мою жизнь. But the question is not, you know, today I'm saying now I'm not saying now I'm saying now I'm not saying now I'm not saying и дело не в том, что ты задаешь себе вопрос так, теперь я спасен и не спасен. Теперь опять спасен и опять не спасен. No, I am saying but as a child of God in this world, I have a life. I have a wife. I have a calling. I have children. I have friends. And sin is an enemy. I have to fight daily и мне нужно и мне нужно ежедневно сражаться за эти вещи чтобы быть хорошим, чтобы быть успешным. Amen. And that is the battle that the Bible calls sanctification. Amen. when we grow when we grow in knowledge of God in strength to resist what is evil when we train ourselves to choose what is good just like my children that are growing up которые подрастают. I teach them как Божьих детей. As long as we are alive we will be in this. And the Father will train us. He will raise us. He will warn us. He will warn us. He will strengthen us. He will strengthen us. Because this is just a fact of being a human being living in this world. Maybe you remember what Paul is saying in Romans chapter 7. Может быть вы помните что Павел говорит в Римлянам глава 7. He says like this. He says like this. What I don't want to do I do. And what I want to do I don't do. And what I want to do I don't do. Прочитали это в Библию? And this is about the Bible. This is just like you. I'm just going to tell you the situation from your life yesterday. I just расскажу вам о ситуации из вашей жизни вчера. Because yesterday you sat down and in front of you you had this big piece of cake. You had this big piece of cake. Four and a half thousand calories. And you don't want to eat it. And you don't want to eat it. Because you don't you know that this is not good for you. Because you don't, you know that this is not good for you. But then you eat it anyhow. And afterward So why did I do this? I shouldn't eat it. And next day you sit there again and a bigger piece and a bigger piece. Eight thousand calories. Eight thousand calories. And you know that this is not good for me. And you think I'm not going to eat it. But then you eat it anyhow. Правда? With Paul's head I do what I don't want to do. And this happened me so many times. And I remember I was supposed to meet someone and it was a little kind of emotional meeting. And it was a little kind of emotional meeting. So I decided beforehand how I'm going to behave. How I'm going to behave. I knew what was right. I knew what was holy. I knew what was expected of a pastor. And I had a plan. And I had a good will to behave a certain way. But when I met the person I still behave the way I didn't want to do it. I still behave the way I didn't want to do it. And after that I had to say God forgive me. God forgive me. What is this? This is the daily battle. We are all in. We are all in. Amen. But the good news is that God wants us to grow in this. Amen. This is a way to get with Christ of making us into godly people. Sodelать нас with Godly people. Amen. And the reason that this is so attacked, you know, in many churches today is the spirit of our generation in the world. is lawlessness. Let everyone do what he feels is right. You know, ethical principles that has built our societies for long periods of time that we've been in love. And this is making its way into the church. They're making their way into the church. It's lawlessness. because you trust me, when the fear of God leaves your life, when the fear of God leaves your life, when the fear of God leaves your life, when the fear of God leaves the church, then we start to fall. When we start to fall. You know, I am from Norge. I came from Norge. I grew up, you know, Я вырос, как я вам рассказал вчера, в каризматическом пробуждении в Норвегии. Я знаю, что я и ранее это упоминал. Я был юношей в том движении, но я воспоминания и опыт проношу с собой на протяжении всей жизни. Пожалуйста, послушайте меня внимательно минутку. Потому что излияние Святого Духа было прекрасным. Люди были наполнены Святым Духом. Дары Божьи начали течь. И люди всех поколений переживали Господа. И было очень замечательно. Но в этом движении, при всем при этом, было очень мало учения о характере. Главное, это пережить Бога. И у меня баптистское прошлое, и это повлияло на меня хорошо в те годы. Потому что я смотрел на происходящее и волновался. Я слышал истории, которые рассказывали проповедники, шутки, которые они рассказывали. Я чувствовал, что были нехороши. Не надо было так говорить. Очень скоро это стало приемлемо выпивать. Проповедники стали проповедовать. Если ты можешь пить алкоголь, ты не свободен. Не можешь пить алкоголь, ты не свободен, стали говорить проповедники. Поэтому, когда лидеры собирались вместе, они выпивали вместе, хорошо проводили время, и это стало приниматься среди молодых людей. Можно тоже выпивать. Проблемы сексуальных грехов среди молодежи. И лидерство церкви ничего по этому поводу не делало. И все разрушилось. Потому что недостаточно пережить Господа. Недостаточно иметь опыт духовный. Закон добр. То, что Бог сказал, Он сказал, чтобы нам помочь. Чтобы нас защитить. Чтобы нас вести. Чтобы наш свет мог сиять для мира. Если наша личность, если наши жизни они не сформированы Богом, тогда грех нас догонит. И грех по-прежнему может разрушить нашу жизнь. Однажды я путешествовал по Швеции на своем пути в Упсалу. И остановился в одном маленьком городе. Там была большущая церковь. И двери были открыты. Церковь и двери открыты. Я, конечно, сразу зашел. И там сидела одна пожилая женщина, бабушка. Несколько из них. И они там сделали чай для гостей. И они так обрадовались, когда меня увидели. О, человек! Человек! И когда они услышали, что я еще и пастор молодежный, они так обрадовались. И я сказал им, пожалуйста, расскажите мне историю вашей церкви. И они сказали так. Эта часть Швеции пережила сильнейшее пробуждение. 50-60 лет назад. Люди приезжали отовсюду для того, чтобы быть там. В этой церкви. И потом они сказали. Приехал один проповедник. Скажите, один проповедник. И он приехал с посланием, что если ты спасен, можешь делать то, что ты хочешь, ты не грешник уже. И после того, как он в нашей церкви отпроповедовал, они сказали, все стало разрушаться. И скоро лишь маленькая горстка людей осталась. Потому что люди подумали, я теперь могу делать все, что хочу. И они впустили грех в свою жизнь. И грех, он угасил огонь Святого Духа. И разрушил общение. И пробуждение умерло. Я этого никогда не забуду. Эти старые женщины, они сказали, молодой человек, никогда так не поступали. Не учись у нас. Если ты на корабле Титаника, и Титаник тонет, тебе не нужно, чтобы кто-то приходил и хлопал тебя по плечу или по голове, говоря, не переживай, все хорошо. Тебе нужно, чтобы кто-то к тебе пришел и сказал, убирайся с этого корабля, пока еще можешь спастись. Истина освободит тебя. Аминь. Я слышал лично, как проповедники говорили, правила и постановления для детей. Тебе не нужны никакие правила, никакие постановления. Твоей совести они говорили достаточно. Ты будешь знать по совести, что правильно, что неправильно. Я в это не верю. Моя совесть нуждается в десяти заповедях. Мне нужно читать послание к Ефесянам, к Колосянам, филиппийцам, где Павел их учит о христианском образе жизни. Моя совесть, она недостаточно сильная. Мне нужны крючки, за которые я буду держаться, якоря. Слово, которое не меняется. Аминь. Тогда я могу жить жизнью Богу угодной. Аминь. Итак, грех по-прежнему твой враг. Аминь. Римлянам, шестая глава. Мы об этом поговорим до перерыва. Потому что после твоего спасения ты по-прежнему выбираешь. Ты по-прежнему свободен. При этом пойти в любом направлении. И последствия за выбор, который ты делаешь, ты будешь пожинать. Аминь. В Римлянам, шестая глава. И в стих 12 и 13. Апостол пишет так. И так, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудии неправды. Но представьте себя Богу как оживших из мертвых и члены ваших Богу в орудии праведности. Аминь. Что же здесь говорит Павел? Он говорит, вот Матсула. У тебя есть твои инструменты. Мои руки. Мои руки. Мои таланты твои. И теперь ты можешь выбрать использовать члены своего тела как инструменты неправедности или как инструменты праведности. Тебе лишь нужно знать одно. Если ты сделаешь вот так, тогда ты из этого будешь пожинать. А если ты сделаешь как правильно, тоже будешь из этого пожинать. Быть спасенным не освобождая тебя от последствий твоих действий. Аминь. И, конечно же, Павел, он ободряет нас. И он говорит, все, выбор легкий. Ты спасен по благодати. И только по благодати. Поэтому, конечно же, он говорит, каждый христианин может взять свои члены все свои способности и сказать, Боже, я хочу делать то, что правильно. Павел как бы как само собой разумеющийся принимает то, чтобы мы так думали. Он говорит, как я теперь могу думать по-другому? Если он спас меня, если он простил меня и он сделал это бесплатно, как теперь я могу сделать что-то другое? Все, что у меня есть, принадлежит тебе. Мое время, мои способности. Иисус, научи меня Своим путем. Научи меня, как следовать за Тобой. Научи меня, как исполнить Твою волю. Таким образом, мы понимаем дела христиан. Дела не для того, чтобы спастись. Дела не для того, чтобы спастись. Для того, чтобы следовать за Христом дела наши. Чтобы служить Ему. Почитать Его. И быть Его сосудом. Во всем, что Он делает в этом мире. Аминь. Аминь. И тогда ты говоришь. О, хорошо, Мацулла. Все, я понял. Что ж теперь? Вот я. И я искушен. Я искушен женщинами. Я не знаю, что с этим делать. У меня есть этот голод. Я не хочу дома злиться, гневаться. Но иногда я кричу на свою жену. И я чувствую все время угрызения своей золистию. А иногда, Мацулла. Я такой эгоист. Я беру с собой эти конфетки на собрание. Но ни с кем не хочу делиться. Я знаю, что следовало бы. Но я делаю так. Когда все славят Господа. Закрывают свои глаза. Чтобы никто не увидит, что у меня есть. И я знаю, что так не должно быть. Знаешь, Мацулла. Иногда мне трудно прощать. О, и этот человек мне причинил боль. И я знаю, что следовало бы простить. Но трудно мне простить его. Мацулла. Что мне делать? Знаешь что? Я скажу тебе на следующем уроке. Аминь. И я скажу тебе, что делать. И мы поговорим об этом. Потому что это сражение. Иногда оно трудное. Но такова жизнь. Это битва, которой мы сражаемся вместе с Господом. Мы не сражаемся, чтобы спастись. Скажите, как я сказал. Мы не сражаемся за спасение. Но мы сражаемся против плоти. Против зла. Чтобы следовать за Христом. За Христом. Чтобы измениться. И чтобы быть как Он. Мы находимся в третьем утверждении. Оно звучит так. Грех по-прежнему враг. Первые были в том, что ты спасен по вере. Только по вере. Второе. То, что закон добр. Тебе лишь нужно использовать его правильно. И третий грех по-прежнему твой враг. У тебя по-прежнему есть выбор. Что ты будешь делать с своей жизнью. Что ты будешь делать со своими поступками. И потом мы сказали. Мы все знаем, что это такое греховная похоть и искушение, с которыми мы сталкиваемся. Итак, как же мне расти в освящении? Как мне сражаться с грехом в моей жизни? Ну, во-первых. Можно я так скажу. Самое главное. Это не быть безразличным. Но чтобы осознавать это. Я извиняюсь, конечно. Но это сражение. Это сражение, с которым мы все сражаемся. Это сражение, в котором я нахожусь каждый день. И мы не можем изменить реальность. Это не означает, что вся наша жизнь в этом. Конечно же нет. Но Библия говорит о том, чтобы мы распяли свою плоть. Это то, что Павел должен был делать. Это то, что я должен делать. И это то, что мы все можем делать. И это часть сражения против зла, которое происходит в мире постоянно. Поэтому мы с вами не должны быть безразличными. Иаков использует эту аллегорию. В первой главе. Он говорит, что человек ускушается собственными желаниями. И когда желание созрело, оно рождает грех. А грех он рождает смерть. То есть, говорится о развитии. И нам нужно осознавать и понимать, что когда в нашей жизни что-то идет не в том направлении. Мы с вами в книге Римлянам находимся. И Римлянам, 8 глава, 5-6 стих. Павел говорит так. Он говорит, что те, кто... Римлянам, 8 глава, 5 глава, извините. 8 глава, 5 стих. 8 глава, 5 стих, простите. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышление плотские суть смерть, а помышление духовное жизнь и мир. То есть, он говорит, мы можем решить, о чем думать. И Библия говорит, что если плотские ведут к смерти, а если духовное, то к жизни и миру. Поэтому мне нужно это осознавать. Что, по сути, я за рулем своей жизни. И я решаю, о чем думать. Чему я посвящаю свое время. Что я читаю. На что я смотрю. Я все время какие-то выражения получаю к себе. И начинаю об этом думать. Я буду пожинать из этого в своей жизни. То есть, руль в моих руках. И я буду пожинать последствия. От того, куда я направлю руль своего корабля. И чтобы осознавать это, осознавая это, это точка отчета для нашего освящения. Я должен принимать правильные решения. И тогда, очень важно, чтобы мы понимали, что Бог, Он не против меня во всем этом. Бог со мной. Он за меня. Я, потому что со своими же детьми. Я помогаю им. Я болею за них. Я поддерживаю их. Я готов их прощать. Я хочу, чтобы с ними все было хорошо. И точно так же и с Господом. Бог знает наши слабости. Он знает их. Он осведомлен. Где мы слабы. Где мы падаем снова и снова. И Он с нами, чтобы нам помогать. Он милостив. Когда Он освящает нас. Но Он также действует. Помогая нам измениться. Чтобы дать нам силу. Чтобы мы побеждали. И не поддавались желаниям плоти. Он там. Чтобы утешать нас. Когда мы упали 276 раз на этой неделе. Библия говорит, что Он сострадает нам в немощах наших. То есть Он на твоей стороне. Без Него освящения не бывает. Нет сражения с грехом или победы с грехом без Него. И когда тебе нужна помощь. Проси у Него помощи. Когда ты видишь, что что-то идет не в том направлении. Если ты не можешь контролировать свой гнев. Проси у Бога помощи. Скажи, Боже, я не хочу быть такого рода мужчиной. Я не хочу жить в доме, где полным-полно гнева. Помоги мне. Это начало освящения. Чтобы ты не принимал просто, что я вот такой. Однажды одна женщина сказала. И она сказала, я вот из этой части этой страны. И там мы злые все время. Поэтому примите мне такой. Нет. Тогда ты проиграла это сражение. Ты можешь измениться. Но нужно сначала пожелать изменения. И сказать, Боже, помоги мне. Измени меня. Дай мне силы в сражении. Я, к примеру, вижу в Деяниях 8-й главе. Когда Петр находится в Самаре. И в Самаре. Там был Симон. Симон, в общем, там был. Он был нехороший человек. Он был в церкви. Но был он нехорошим. И он приходит. И он предлагает Петру деньги. Скорее всего, много. Скорее всего, много. Помолись за меня. Чтобы дары Духа сошли на меня. Чтобы когда я буду молиться за других людей. Они тоже его получили. Плохие. Но не такие уж плохие. Давайте распространять Царство Божие. И давайте заработаем немного денег. Возьмем их. Но я вижу реакцию в Петре. Он говорит, никогда. Никогда. Никогда я этого не сделаю. Я не пойду на компромисс. Я не могу продать помазание Божие. Ты что думаешь обо мне вообще? И я вижу эту силу, которая сходит на него. Силу в сражении. Я им не поддамся. Ты можешь быть уверен. Что Петру и тебе нужны были деньги точно так же, как нам с тобой нужны деньги. У него тоже была семья. Но я знаю. Что Бог может прийти к нам на помощь. И Он может сделать нас сильными. Когда я был в библейской школе. Я жил в этом доме, который был очень глубоко в лесу. И там пара одна жила. И там вокруг только лес. И там еще был один дом подальше. И там одна девушка жила. И однажды вечером она пришла в гости. Потому что она слышала, что они взяли парня, ну, там, сдали ему комнату. Она такая миленькая была. Она сказала, ой, ты кто такой? Она говорит, приходите ко мне в гости тоже. Я, кстати, одна живу вот в этом доме. Что ты здесь делаешь в Упсале? Я сказал, в библейской школе. Она говорит, ой, в библейской школе. Ты что, христианин? Я сказал, да. Она посмотрела на меня и сказала, А ты соблюдаешь десять заповедей? Я же не дурак. Я знаю, в какой именно из десяти заповедей она интересовалась. Скажи соседу, Я тоже не дурак. Я не дурак. Я эту девушку никогда не посещал. Я ногу в ее дом не поставил. Бог может дать тебе силы. Ты можешь быть на шаг впереди. Когда я рассказал вам о Петре, я вспоминаю другое время, в определенной ситуации, один богатый бизнесмен, очень богатый бизнесмен, предложил мне кучу денег. Я пишу об этом в одной из своих книг. Эта книга называется «Битва за праведность». Он предложил мне много денег. В принципе, ни за что. Но я помню, это было неправильно. Но это был бы стабильный доход для меня, несколько тысяч евро каждый месяц. О, круто вообще. Но я по-прежнему помню внутри себя. Нет. Ни за какие деньги во всего мира. Я не продамся. Я помню это чувство. Независимо, что ты мне предлагаешь, я этого не сделаю. И эта сила приходит от Господа. Ты не один. Бог с тобой. Если ты хочешь жить жизнью для Бога, как купели, если ты решил следовать за Христом, ты можешь сказать, да, Бог, я знаю, я слаб. Но я знаю, что ты можешь дать мне силу. Ты можешь прийти мне на помощь. И я могу принять правильное решение. Я не сам в этом сражении. Один друг мой в Австралии, рассказал мне о коллеге, о пастыре. Рассказал мне о коллеге, о пастыре. Рассказал мне о коллеге, о пастыре. Он женатый был человек. Дети у него были. Пастырил в церкви. Однажды сидел дома. Сурфинг на интернете. Фейсбук. И в роддруг. Приходит ему послание. И это из старой подружки. Он был с ней вместе, когда они были еще молодыми. И он подумал. Принять послание. Или не принимать послание. И друг мой сказал. Что это человек. Он свидетельствовал ему. Целый час. Мой палец висел над кнопкой. Один час. Я сидел там и думал. И потом нажал. Потерял жену. Потерял детей. И потерял свою церковь. Тебе не нужно нажимать. Ты можешь сказать нет. Ты можешь не сдаваться. Ты знаешь, что правильно. Я знаю сражение. Я тоже получаю послания. Я знаю, как это может быть. Но ты ведь не один. Ты христианин. Есть что-то внутри тебя. Что говорит, не дави. Не нажимай на клавиши. Это неправильно. И у тебя есть выбор. Не все. Сверхъестественно. Не все. Не все. Это просто самоочувствие с Господом. Есть что-то, что решается твоей волей. Ты говоришь, либо да, либо нет. И ты знаешь, когда тебе нужно сказать «нет». Если бы он не нажал на эту кнопку, он был бы все еще женат на своей жене, уважаемый своими детьми и был бы пастором в церкви. В этих перекрестках мы оказываемся время от времени. И в этом сражении мы не можем изменить себя, но мы можем принимать правильные решения, и тогда Господь нас изменит. Мы можем быть честными, когда мы знаем, что мы поступили неправильно. Если я использую пример гнева, ты наполнил дом гневом, причинил боль своей жене, ранил ее сердце, не извиняй себя. Иди к Господу и скажи «Господь, я согрешил, прости меня». Но я ведь уже так много раз это делал. Да? Но тогда задачу сделай еще раз. И потом еще раз. Потому что способ к изменениям — это быть честным по отношению к Богу. Если я начну извинять себя и говорить «Ну, все мужчины такие», тогда я никогда не изменюсь. Но именно встреча с Богом в Его благодати меняет тебя. Аминь. Это делает так, что ты растешь. Это делает тебя другим человеком. Может быть, все происходит не так быстро, как ты бы хотел. Но когда ты можешь быть честным по отношению к себе, когда ты можешь быть настоящим и просить у Бога прощения, каяться перед другими людьми. Мои дети, они знают, когда я воплоти. Они знают это, они видят это. И поэтому мне и у них нужно просить прощения. Аминь. «О, это нелегко». А я и не говорил, что это легко. Освящение — вообще нелегкая штука. Но она приносит жизнь. Приносит духовный рост. Приносит близость с Богом. Как я сказал, одни из самых больших переживаний мои с Иисусом они во времена покаяния приходили. Потому что тогда все становится ясно. «Почему я прощен?» «Почему я очищен сейчас?» «Почему я могу оставить бремя греха или вины?» Это все из-за Него. Все из-за креста. Аминь. И в конце концов, это приведет тебя ближе к Нему. Аминь. Поэтому рост нашего характера — это не чудо. Если ты болен, можешь прийти ко мне, и помолюсь за тебя. Если ты одержим дьяволом, мы можем помолиться за тебя. Но если ты придешь ко мне и скажешь, «Я хочу быть человеком по Божьему сердцу. Хочу избавиться от гордости. Я тогда не смогу за тебя помолиться. Я могу помолиться вместе с тобой. Но это битва. Твоя битва. И тебе нужно ее выиграть. Гордость нельзя изгнать. Гордость нужно распять. И это то, что всем нам нужно делать. И, конечно, могут быть разные причины для этого, из-за которых мы можем освободиться. Но в Римлянам 9 главе давайте я скажу кое-что о росте и развитии нашего характера. Римлянам 9 глава. Извините, Римлянам 12, стих 9. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Освящение это не только битва, сражение с тем, что неправильно. Это тоже развитие Божьего характера. Нам нужно расти в том, что доброе. Я хочу поговорить с вами чуть-чуть о личном этическом коде. В книге «Пастор» я пишу целую главу на эту тему. Давайте я задам вам вопрос. Какого рода человеком вы хотите быть? Кем вы хотите стать? Как вы хотите, чтобы помнили вас в церкви? Какого рода мужем, женой вы хотите быть? Какого рода отцом вы хотите быть? Какого рода пастором вы хотите быть? Это рост нашего характера. Я вот таков. Да. Но мне бы хотелось вырасти вот в этой области. Я хотел бы быть добрее к моей жене. Я хотел бы больше проводить качественного времени с моими детьми. Я хотел бы быть щедрее. Я хотел бы отдавать больше. Нам нужно не только, чтобы были цели, получать благословение от Бога. Мое золото здесь. А, моя цель здесь. Это 2 миллиона долларов. Хорошо. Но вашей целью также могут быть, я хочу стать вот такого рода человеком. Я хочу вырасти во Христе. Что же такое характер? Что это слово означает? Ну, характер. Это то, кем ты являешься постоянно. Это постоянное что-то о тебе. Мы даем десятину, когда это подходит нам. Или каждый месяц. Каждый год. До тех пор, пока мы живем. Потому что это такого рода у меня характер. Я даю мою десятину Богу каждый месяц. Некоторые люди никогда не приходят вовремя. Никогда. Ты знаешь заранее, что этот человек вовремя не придет, когда начнется богослужение. Некоторые люди, с другой стороны, всегда вовремя. Потому что это часть их характера. Я ненавижу, когда люди ждут меня. Я ненавижу, когда люди меня должны ждать. А другие люди, когда начинается собрание, они просто там, они уже вовремя на месте. То есть это постоянная часть их характера. И Бог хочет, чтобы мы развивали характер. Развивали Божий характер. И чтобы так поступать, хорошо, чтобы у нас были какие-то, ну, всегда и какие-то никогда. Например, я сказал, никогда не буду кричать на мою жену. Никогда. А пастор, ты так, Мацула, поступал? Никогда. Никогда. Нет, поступал так. Я поступал так. Но я таким образом не хочу себя вести. И это хорошо ради нашего духовного роста. Ради развития нашего характера. Чтобы мы поставили себе цели в том, что касается, ну, вот, какого рода человеком я хочу быть. Чтобы я стремился к чему-то. Чтобы у меня были какие-то рамки. Чтобы у меня были какие-то нет в моей жизни. Какие-то границы, которые я никогда не пересеку. Потому что это сделает тебя сильным. Это сформирует твой характер. Иоанн Креститель никогда не пил алкоголь. Никогда-то. Редко. Никогда. Никогда за всю свою жизнь. Он принял решение. Я этого не буду делать. И никогда этого не делал. И это качество. Некоторые люди не могут так поступать. Они никогда не могут принять решение в своей жизни. Твой характер никогда не будет достаточно сильным. Если ты не можешь перед собой поставить преграды. И некоторые из них уже поставлены нам Библией. А другие мы можем свободно выбрать. В книге я использую пример. Довольно смешной пример. Но я использую его, чтобы люди могли себя в этом примере узнать. В наших телефонах есть игры. И мои дети, они любят играть в игры. И я не так уж в восторге от этого. Но у меня есть одна игра, которую я люблю играть, когда я уставший. Но я принял решение во время рабочих дней с восьми до пяти я никогда не буду играть. Никогда. И это правило, которое я сделал. Оно не для Сергея это правило. Ни для кого-то в офисе. Ни для моей жены, ни для моих детей. Это правило только для меня. Это решение. Я не играю в рабочее время. И подобные вещи помогают тебе расти. Я могу сделать решение. Я могу сказать нет. Я могу дисциплинировать свою жизнь. Потому что нам это нужно. Чтобы я мог дать место Святому Духу, чтобы Он с нас сформировал. Именно поэтому я хочу бросить вам вызов немного. Примите решения, касающиеся вашей личной жизни. Чтобы защитить вас. И чтобы построить ваш характер. Заборы иногда это хорошо. Ограждения. В ограждениях есть защита. И то, что я говорю сейчас, это лишь примеры. И вы можете сами добавить себе что-то свое в вашу жизнь. Но станьте человеком, у которого есть какие-то всегда и какие-то никогда в жизни. Стойте за что-то. Станьте кем-то. Пусть в вашей жизни будут принципы. Будьте человеком, чтобы ты знал, кто ты такой. Аминь. Например, алкоголь. Может ли христианин пить алкоголь? Да или нет? Христианин может пить алкоголь. У меня есть друзья, которые напоминают мне все время о том, что Иисус выпивал. И это нельзя отвергнуть. Я слышал, как один проповедник сказал, он превратил воду в вино, но вино было безалкогольным. На самом деле, Библия этого не говорит. Библия не прощает нас. Но я скажу вам вот что. Россия утопает в алкоголе. Сколько детей выросли без отцов из-за алкоголя? Посмотрите на наши реабилитационные центры. Посмотрите, что алкоголь делает с нами. В нашей церкви полторы тысячи молодых людей. И они все смотрят на меня. Как, например, именно поэтому я не пью. Как Иоанн Креститель. Я не так, что иногда выпиваю или чуть-чуть выпиваю. Я вообще не пью алкоголь. Я решил сделать мою жизнь примером. Чтобы кто бы не спросил у меня. Какой-нибудь 14-летний подросток спросит у меня. Мацулла, сколько ты пьешь? Я посмотрю ему в глаза и скажу. Я ничего не пью. Нисколько не пью. И рекомендую тебе делать то же самое. Тот, кто прошел через реабилитацию алкоголик или наркоман в нашей церкви. Никто из них не должен быть искушаем моей жизнью. Вот почему я принял такое решение. И я вам рекомендую делать то же самое. Мацулла. Но мне нравится пиво или водка. Ну да. Но сильного характера без жертв не получится. Но когда ты что-то отдаешь ради большей цели, тогда что-то происходит с тобой. Ты становишься человеком Божьим. Ты не только живешь ради себя. Ты живешь ради чего-то большего. Ты живешь ради своих детей. Мои дети никогда не увидят меня пьющим алкоголь. Аминь. Я хочу им оставить этот пример. И тогда они должны будут принимать свои собственные решения. Аминь. Что насчет другого противоположного пола? Что насчет женщин? Слишком много мужчин пало. Мы думаем так. Я могу с этим справиться. Я могу справиться с искушениями. Я так не думаю. Я хочу быть на шаг впереди. Я живу по простому правилу. Я никогда не нахожусь с женщиной, которая не часть моей семьи, один на один в комнате. Если так вдруг оказалось, я тогда двери все нараспашку. Я живу этим правилом. Мацулла. Ты что, боишься, что ты попадешь в прелюбодеяние? Ну, нет, не боюсь. Но я хочу быть на шаг впереди. И я знаю, что люди лучше, чем я, падали. И я не хочу попасть в эту ловушку. Я не хочу сидеть там со своими детьми и рассказывать им, что я спал с другой женщиной. Я не хочу так поступать. Поэтому в моей жизни есть рамки. В моей жизни есть ограничения. Иногда ты встречаешься с женщиной, и вот она стоит здесь такая. И ее нарисовали. И она себя разрисовала зеленым и красным лицом. У нее там черные брови, голубые глаза. И ты знаешь, такая она привлекательная. И в этот момент ты делаешь решение. Я хочу быть твоим другом. Можно я с тобой поговорю? А зачем ты с ней будешь разговаривать? Ты что, сам себя в проблемы хочешь закупать? Скажи ей. До свидания. Аминь. 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 Я лучше с Сергеем капучино попью. Иногда мужчины сами приходят в ловушке. Из ловушки дьявол теперь расставил там. Далила не была случайностью в жизни Самсона. Она была послана филистимлянами, чтобы разрушить его жизнь. И именно этим она и занималась. Аминь. Пусть в вашей жизни будут рамки. И они вас защитят. А что насчет порнографии? Порнография это большая тема в жизни. Большая тема нашего времени. Потому что интернет он на совершенно новый уровень поднял это. Когда я был мальчиком, порнография была на бумаге. Единственный способ, как ее заполучить, это купить в киоске. А женщина в киоске, которая работала, знала и меня, и мою маму. Поэтому, ну, как бы трудно было это все сделать. Сейчас любой человек может открыть в интернете, что угодно. На телефоне там. И Бог знает искушение. Аминь. Но ты тоже можешь принять решение. Я написал об этом в книге «Пастор». Я разговаривал с моей женой, писать мне об этом или нет. Я сказал, напиши об этом, Масул. Потому что я не хотел, чтобы кто-то смотрел в другую сторону. Но я никогда добровольно не открывал порносайт в моей жизни. Иногда, конечно, когда ты в интернете там какие-то картинки страшные выпрыгивают оттуда. Когда читаешь газеты там или еще что-то. Но я никогда не открываю сам порнографический сайт. И причина, почему я этого не делаю, потому что я принял решение. Я этого не буду делать. Я это ограждение не перейду. И я настолько же человек, мужчина, как и вы. Мы биологически одинаковы с вами. И сексуальное влечение — это не грех. Если ты говоришь, Масул, я могу на обнаженную женщину смотреть долгое время, для меня это не проблема. Тогда я тебя к доктору отведу. Потому что если ты на нее смотришь, и у тебя ничего не происходит, тогда что-то с тобой не так. Потому что мы все сотворены таким образом. И сексуальное влечение — это неотъемлемая часть человеческой жизни. И этого не надо стыдиться. И если ты мужчина, и есть привлекательная женщина, в самом по себе этом факте нет ничего неправильного. Или наоборот. Потому что мы в мире живем. Грех — это когда ты поддаешься чему-то. Когда ты поддаешься и отдаешь себя этому. Сексуальность — это часть нас. Но вот что делает порнография. Она разрушает наш разум в том, что такое секс. Потому что секс прекрасен в завете между мужчиной и его женой. И это соединяет, склеивает их вместе. и производит что-то самое прекрасное в этом мире. Детей. И это нужно защищать. Потому что порнография делает картину секса нереалистичной. Такого в браке никогда не будет. И это ведет разум человека в другую сторону, к другим женщинам. И это одно из сражений 21 века. Но для меня было помощью просто сказать, я никогда этого не делал. И пока я живу, я этого не буду делать. Я не знаю, смогу ли я сохранить это обещание. Но я знаю, что Оно мне помогает. Аминь. То же самое с деньгами. Когда вокруг тебя есть грани. Аминь. Быть верным Богу в том, что касается твоих даяний. Давать Богу. Давать полную десятину. Каждый месяц. Когда у тебя мало, тогда давать еще с большей радостью. Во-первых, Господу. Аминь. Чтобы быть верным. И не тратить денег, которых у тебя нет. Не ходить и не занимать деньги у своих друзей. Чтобы купить что-то, что ты не можешь себе позволить. Подожди. Пока не появятся деньги. Чтобы не поместить себя или свою семью в проблемы. Быть лидером в церкви. Быть осторожным. Не понимать, что такое церковные деньги. А что такое мои деньги? Я никогда не использую церковные деньги ради моих собственных нужд. Я не прикасаюсь к серебру, который принадлежит храму. Я читаю в Библии о том, что произошло с человеком, который так поступил. Я не хочу этого делать. То, что мое, мое. И я притрачу это так, как хочу. А то, что Божье, Божье. То, что принадлежит церкви, принадлежит церкви. И у нас не так уж много времени. Мы могли бы одну сферу за другой затрагивать. Но принцип такой, если ты в своей жизни сделаешь какие-то всегда и какие-то никогда, это тебя будет защищать. И это будет строить твой характер. И это также сделает тебя сильным в других областях. Говорить «да», когда можно сказать «да». И «нет», когда нужно говорить «нет». И я вот еще хочу сказать о том, что касается освящения. Иногда ты говоришь, «Боже, мне хотелось бы быть лучшим человеком». Но ты всегда на пути. Твое тождество оно не в твоем освящении. Твое тождество это быть ребенком Божьим. Аминь? И когда ты думаешь о себе, ты думай о себе не только о том, где ты сейчас находишься, но тоже ты посмотри назад. И посмотри, что произошло, что Бог совершил. Потому что сегодня ты стал лучшим человеком, чем ты был ранее. ты вырос. И мы это видим. И мы рады по этому поводу. Что-то произошло. И что-то произойдет еще в будущем. И думая таким образом, поможет нам и даст нам мужество ради будущего. Аминь. У нас пять минут осталось. И два пункта. Поэтому я очень их картинечко упомяну. Третий пункт был такой, «Грех по-прежнему твой враг». И четвертый пункт таков. И для Павла было очень важно это дело провозгласить. Что битва, она не вечна. Она не навсегда. Битва, она лишь на время. Римлянам 8, 23. Написано 23 стих. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе станем стенами, извините, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Павел хотел, чтобы мы знали, что это сражение однажды закончится. И тогда больше никогда искушение, никогда грех, никогда никакие слезы. Ты дома с Господом. Твое тело искуплено. По какой-то причине мы не так много говорим о небесах. Первое поколение христиан они утешались этим посланием. Я сражаюсь сейчас. Но однажды сражение закончится. И я больше не буду сражаться. И я буду дома. И больше не будет искушения. И это дает нам силы. И это дает нам правильную перспективу. Мы сотворены не для того, чтобы жить так вовеки. Пройдет лишь немного времени. И тогда победа будет вечной. Аминь. Пусть это укрепит тебя. И в конце концов пункт номер пять. Я хочу вернуться к тому факту и напомнить вам, что Бог Он на вашей стороне. Глава один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Павел об этом учит. И с девятой главой и далее послание кремленам меняет свой характер. Но Павел, он заканчивает восьмую главу так. Он делает это очень ясно. Что ты в сражении. Тебе нужно быть уверенным что Бог с тобой. Что у тебя может быть мир и радость в твоем сердце. Даже когда мы проходим через освящение. По мере того, как мы идем с Господа. Что должно руководить жизнью христианина это не беспокойство. Это мир. Это не печаль. Это радость. И это так может быть. Для каждого из нас. Когда мы знаем что Бог на моей стороне. Помни. Что я делаю, это не для того, чтобы приобрести спасение. Я уже спасен. Я делаю это как ребенок Божий. Который следует за Христом. Который хочет возрастать в познании Его. Я хочу служить Ему всем моим сердцем. И Он меня прощает. Он ко мне милость. Он меня восстанавливает. И Он мне помогает быть человеком Божьим. И эти дни, которые я на земле. И в конце послания к Римлянам Павел как бы рисует нам большими буквами. Римлянам 8, 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто может быть против нас? Аминь. Если Бог за меня, кто может быть против меня? 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог их оправдал. Если Он меня оправдал, я знаю, я сражаюсь в каких-то сферах, но Он меня оправдал. Аминь. Поэтому кто будет меня обвинять? 34 стих. Кто осуждает? Христос, Иисус умер. Но больше Он воскрес, и Он одеснует Бога и ходатайствует за нас. Я спасен по благодати. Я спасен Христом. И в этом моя уверенность. Аминь. И потом, 35 стих. Кто отлучит нас от любви Божьей? Дальше Он продолжает об этом писать. И в 38 стихе. Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее. Ни высота, ни глубина, ни другая, какая Тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. И на этом Павел заканчивает. Своё учение о христианской жизни, спасение по благодати и освящение во Христе. Аминь. Ничто не может отлучить меня от любви Божьей. Аминь. Поэтому, те пять вещей, которые мы сказали, чтобы мы могли понять битву против греха, номер один, мы спасены по благодати, только по благодати. Это не так, что только я, это не так, что Бог и я. Нет. Божья работа и только Его работа. Человек не оправдан тем, что он делает. Номер два, закон добр. Он не в спасении, но он в том, чтобы помочь мне стать как Христос, защищать меня, делать меня сосудом Божьим, чтобы спасти меня от уловок сатаны. Поэтому закон добр, когда он использован правильно. Номер три, грех по-прежнему мой враг. Грех по-прежнему может меня разрушить. Он может разрушить мое будущее. Поэтому я должен сражаться с грехом. Я могу обратиться к Господу. И Он поможет мне. Он поможет мне в сражении. И Он может помочь мне построить Божий характер. И пусть в твоей жизни будут какие-то никогда и какие-то всегда. И номер четыре, мне нужно помнить, что битва, она не навсегда. Она лишь на короткое время. И потом приходит победа навсегда. И номер пять, Господь со мной. Он тот, кто спасает меня. Он освободил меня. Он будет со мной в этом сражении. И ничто не отделит меня от Его любви. Если мы это знаем, я верю. Мы можем жить с Господом. Мы можем жить в святости. И мы можем служить Ему и строить Его царство. И весь Божий народ сказал. Аминь. Давайте Господу поаплодируем. Аминь. Аминь.